46 серия что случилось вы срочно вызвали меня должно быть у вас есть что сказать что это приветствие вашему величеству приветствие вашему величеству встань благодарю вас чье письмо ты читаешь это письмо от сестры она вернулась в старое поместье в округе пиньян ксинян и дядя и они готовятся направиться на могилу моей умершей матушке я думал что письмо от дуань хуна он уехал в торопях и даже не успел проститься со мной надеюсь он сможет вскоре написать ваше величество предродовой суп для супруги ли уже готов предродовой суп я приказала на кухне чтобы приготовили этот суп для супруги ли отошли его плохо если он остынет не нужно почему ли фу же не умерла она была в порядке как она могла умереть она была смертельно отравлена кто отравил ее я тоже хотел бы это знать возможно мне придется задать тебе вопрос о чем вы ваше величество ты посылала суп лифу жень каждый день наше величество подозревает что я отравила супругу ли у меня нет другого ответа это письмо которое она оставила названному отцу перед смертью дорогой отец ваша дочь в замешательстве я пребываю в постоянном страхе императрица оставила свои обязанности она шокировала гарем неприличной связью что я всегда вела себя надлежаще как я могла сделать что то подобное у меня была связь дуаньху нам это клевета она клевещет на меня она использовала свою жизнь и жизнь ребенка ради этого я подарил ей эту бумагу и эти чернила это ее почерк поэтому это письмо не могло быть подделано письме говорится что она боялась рассказать мне и она вызвала юаньшу срочно обсудить вопрос юаньшу только что прибыл во дворец в момент ее смерти после срочного вызова она написала что боится что ее заставит замолчать чтобы связь между мной и дуаньху нам не была раскрыта поэтому вы считаете что это я убила ее правда ваше величество вы верите что это правда я не знаю кому верить каждый раз когда я вижу тебя ты всегда чистая невинно но 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 ваше величество все-таки подозревает меня я не хочу подозревать тебя но у меня нет доказательств что ли фужинь солгала я не могу доказать что вы с дуаньху нам не виновны почему вы так говорите все случившееся недавно вызывает мое подозрение насколько действительно глубока твоя дружба с дуаньху нам прошу объяснитесь твое беспокойство о нем то как он защищает тебя самоотверженно и без колебаний это просто семейное родство во время поездки для помощи бедным вы вдвоем направились в ваш родной город даже не предупредив меня я уже говорила что мы получили лошадь вдвоем даже ехали на одной лошади вы были очень близки я видел это собственными глазами я очень хотела проститься с братом ливень разрушил мост и по горной дороге мог пройти только один всадник у дуаньху на не было другого выхода дуаньхун сказал то же самое потому что это правда правда ли это или ложь придуманная вами двумя я не в состоянии отделить одно от другого думал что отослав дуаньху на смогу так вы по этой причине отослали дуаньху на и это не ради моего брата из-за моей спешки проститься с братом вы неверно поняли дуаньху на ты обвиняешь меня первый раз когда ты спорила со мной была смерть отца дуаньху на и теперь ты впервые обвиняешь меня и опять из-за него похоже вы и правда очень близки нет ничего невозможного в том что ты убила ради него ваше величество вы сделали такое поспешное заключение и считаете себя мудрым правителем я просто выношу суждения на основе свидетельств а я просто надеюсь что вы не будете ослеплены ревностью и доберетесь до правды и свершите правосудие по отношению ко мне и дуаньху на я обязательно все расследую я надеюсь что то что сказала императрица окажется правдой вы с дуаньху на никого не убивали и не были в связи его величество послал вас на маулин обустраивать могилу великого генерала почему он вызвал вас назад с полпути есть новости из чананя что ли фужин внезапно умерла не назначат ли мне новое дело по этой причине когда завтра буду в чананя узнаю обо всем после аудиенции у его величества ступай и отдохни поспешим обратно завтра утром да я названный отец ли фужин ли фужин только что скончалась я здесь чтобы молиться ее душе согласно приказу императора поэтому надеюсь вы сможете приготовить для меня простую еду господин мои соболезнования я отдам распоряжение благодарю проходите в вашу комнату после вас после вас верхняя половина символа джи совпадает с символом хоу джи и хоу выглядят почти одинаково должно быть вы близки с нынешней императрицей джи можно дополнительно разбить до дзи джи подытоживает всю вашу жизнь могу выразить тремя предложениями пол жизни на службе всю жизнь в одиночестве несчастлив в любви джи и джи и джи и джи и джи и с а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знаю, кто вы. Раз ты хочешь развлечься со мной, почему боишься показаться? Ты хорош в боевых искусствах и владении мечом. Для чего притворялся предсказателем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы отозвали всех, потому что проводите расследование о смерти супруги Ли? Или у вас есть вопросы ко мне? Я здесь, чтобы спросить тебя о местонахождении Дуаньхуна. Разве Дуаньхун не в Маулине, а выстраивает могилу моего брата? Я вызвал его обратно. Но он пропал без вести. Он пропал? Неужели он попал в беду? Он хорош в боевых искусствах. Как он мог попасть в беду? Надеюсь, он не сбежал от страха быть обвинённым в смерти Ли Фужени. Похоже, император, вы уже решили, что мы с Дуаньхуном имели связь и верите, что мы виновны. Осмелюсь спросить, какие конкретные доказательства у вас есть? Я также хотел бы добраться до сути. Но как проводить расследование, когда он исчез? Ваше Величество, я считаю, что всё это началось именно со смерти супруги Ли. Если мы выясним причину её смерти, мы найдём разгадку. Я пытаюсь выявить яд, которым, возможно, была отравлена супруга Ли. Надеюсь, я скоро выясню. Хорошо, что сейчас нам стало больше известно о западных лекарствах и ядах. На самом деле, в западных областях есть редкие цветы и травы, и из них изготавливаются яды без вкуса и запаха. Ваше Величество. То, что ты сейчас говоришь, правда? Может быть, правда вот в этом? Ты лично дала это Дуаньхуну. Это мешочек, который содержит землю с могилы его отца. Он всегда носит его с собой. Не говори, что ты не узнала его. Да, это мешочек Дуаньхуна, и, конечно, я его узнала. Но что он делает здесь? Потому что Дуаньхун был здесь. Нет. Иначе ты бы уже заметила этот мешочек. Или слуги обнаружили бы его, когда убирали комнаты. Кто-то, должно быть, подложил его. Ли Фужен сказала, что у вас с Дуаньхуном была связь. Ты говоришь, это было подстроено. Я нашел мешочек Дуаньхуна в твоих покоях. Ты говоришь, кто-то подложил его. Кто подстроил, кто тебя подставляет? Я? Ваше Величество, правда не то, что вы видите. У Дуаньхуна нет другой семьи. Ты самый близкий для него человек. Дуаньхун отсутствует. Я пришел за разъяснениями к тебе. Я хотел избавиться от сомнений и поверить тебе. Но случилось обратное. Я окончательно убедился, что мои сомнения справедливы. Уймите свой гнев. Я не видела Дуаньхуна с момента отъезда. И сейчас его здесь нет. Ваше Величество, срочные новости. Мастер Дуань арестован за пределами дворца. Значит, теперь он здесь. Хорошо. Приведите его сюда. Ко мне и императрице. Да. Вы можете идти. Да. Дуаньхуна. Императрица узнала, что ты пропал без вести. Она испугалась, что ты в опасности. Что именно случилось? Я попал в засаду на обратном пути в Чанань. Поэтому я не прибыл вовремя на встречу с Вашим Величеством. Ты ранен. Я не ранен, но потерял сознание от токсичного запаха. Когда я очнулся, оказался недалеко от дворца Вейян. Но если это засада, почему ты только потерял сознание? Почему ты не умер? Пока не знаю. Мне кажется подозрительным все это. Я стремился расследовать, поэтому торопился во дворец. Ты притворился, что торопишься во дворец, так как был схвачен пробирающимся сюда. Ваше Величество, почему вы так говорите? Потому что ты и императрица отравили Лифу Жень. Дело раскрылось. Ты хотел попасть во дворец, чтобы обсудить дальнейшие действия с императрицей. Ваше Величество, зачем нам с императрицей желать смерти Лифу Жень? Лифу Жень раскрыла вашу связь с императрицей. И вы вдвоем решили лишить ее жизни. Вы думали, что убив ее, избавитесь от свидетеля. Но перед смертью она оставила письмо и раскрыла связь между вами. Как вы можете делать такое поспешное заключение и ужасное обвинение? Почему императрица так разгневана? Потому что чувствует вину? Потому что я несправедливо обвинена без причины. Или ты боишься, что твой Дуаньхон будет заключен в тюрьму? Ваше Величество, императрица всегда предана вам. Как она могла иметь роман со мной, если не было связи? И вы не совершали убийство, чтобы скрыть ее? Зачем тайно встречался с императрицей перед тем, как пойти ко мне? Я только что прибыл во дворец. Как могло быть, что я видел ее Величество? Тогда что это? Я нашел этот мешочек в спальных покоях императрицы. Если ты никогда не был там, почему он оказался у нее? Ваше Величество, Дуаньхон потерял сознание. Его вещи могли быть украдены. В мой дворец входят и выходят множество людей. Занести туда мешочек не составило бы труда. Подозреваю, есть человек, который стоит за всем этим, чтобы навредить мне и императрице. Кто это? Названный отец Лифу Жень Юаньшу. У Юаньшу нет причин вредить вам. Зачем ему это? Я так же не понимаю. Но именно Юаньшу подкараулил и напал на меня. Он очень опытен в боевых искусствах. Правда? Неслыханно! Я тоже верю, что Юаньшу причастен. Они с супругой Ли непростые люди. Кроме того, я была свидетелем резкого изменения в поведении супруги Ли. А теперь я свидетель резкого изменения в твоем поведении. Это дело касается мудрости императора и невиновности ее величества. Я прошу вас тщательно разобраться. У меня есть доказательства, что названный отец Лифу Жень и есть преступник, который напал на меня. Прекрасно! Тогда я вызову Юаньшу во дворец. Я увижу, как ты сознаешься в своих преступлениях. Сэхэ уже все приготовила для завтрашнего подношения. После ритуала отправимся в Маолин. Посетим могилу Войтина перед возвращением в Чанань. Вы так много ездили между Маолин, Чанань и округом Пиньян. Вы, возможно, устали. Принцессе станет легче, если она убедится сама. Принцесса, Джан Синь, подчиненный мастера Дуаня, просит встречи. Приветствия, Принцессе. Ли Фу Жень скончалась от яда. Император подозревает, что императрица и Дуаньхун убили ее, чтобы скрыть связь. Он арестовал мастера Дуаня. Что с императрицей? Когда выезжал из Чанань, слышал, вызвали названного отца Ли Фу Жень для обвинения мастера Дуаня. Дело еще не закрыто. Император разгневан и не верит в невиновность императрицы и Дуаньхуна. Однажды я наткнулся на этого Юаньшу во дворце. Он не кажется простым человеком. Боюсь, это серьезный заговор. Думаю, он направлен на ее величество. Сэхэ, упакуй мои вещи. Немедленно едем в Чанань. Слушаюсь. Приветствия, Вашему Величеству. Приветствия, Вашему Величеству. Императрица приходит сюда с мечом и чашей воды. Подражаешь чиновникам, которые готовы покончить с собой, если их сочтут виновными. Я принесла воду, чтобы просить вас вынести справедливое осуждение. Если правда в том, что я была вам неверна, я покончу с собой этим мечом. Ваше Величество, я готов противостоять Юаньшу здесь в зале суда, чтобы избавиться от обвинений. Раз я вовлечена в этот случай, прошу, Ваше Величество, вынести вердикты мне. Если меня обвинили не напрасно, я отдам жизнь в наказание за это. Я буду действовать согласно законам. Ваше Величество. Мы невиновны, чего нам бояться. Меня беспокоит. Только несправедливость. Прекрасно. Если вы оба невиновны, я восстановлю вашу репутацию. Но если вы не верны мне, я накажу вас согласно закону. Можешь покончить с собой после справедливого суда. Я буду справедлив. Я желаю противостоять мастеру Дуаню ради названной дочери. Я только прошу справедливости для нее, чтобы успокоить ее душу на небесах. Юаньшу. Дуаньхун утверждает, что ты одурманил его ядовитым запахом, украл его мешочек, чтобы подложить в спальные покои императрицы и оклеветать его. Я не вынашиваю зла против мастера Дуаня. К чему мне делать что-либо настолько презренное? Ваше Величество, этот человек скрывает злые намерения. Он имеет планы против меня и императорского двора. Несколько лет назад он притворился предсказателем судьбы. Так это были вы. Теперь я вспомнил. Ваше Величество, я когда-то начинал свое дело, давая предсказания. Однажды повстречал мастера Дуаня. Если правильно помню, я еще тогда сделал вывод, что он близок к императрице. Так это было верно. Я слышал, что Дуань Хуну повезло. Меньше всего я ожидал, что предскажу связь между императрицей и мастером Дуанем так давно. Но теперь моя дочь умерла из-за него. Вы стоите за всем этим. Вы одурманили меня и украли мешочек, а потом подложили в покой императрицы. Вы заранее все тщательно спланировали. Вы намеренно оклеветали меня и императрицу. Доказательство? Доказательство на нем. Когда на меня напали из засады, я нанес ответный удар. Думаю, должен быть ушиб на правом плече Юань-Шу. Если ушиб есть, мы докажем, что Юань-Шу подстроил это. Тогда смерть супруги Ли получит другое объяснение. Ваше Величество, чтобы подтвердить мою невиновность, простите мое грубое поведение. Мастер Дуань, посмотрите внимательно. Есть ли на моем теле синяки или ушибы? За этим что-то должно крыться. Вы специально показались передо мной в гостинице, а потом заманили в укромное место. Думаю, это все части вашего плана. Вы! Ваше Величество, я только что потерял любимую дочь, отправился разыскивать доказательства. Я останавливался в разных гостиницах во время поездки. Как я мог заранее спланировать такое? К счастью, небеса сжалились надо мной. Мне удалось найти свидетеля. Я был самонадеян, но привел ее сюда, к вашему Величеству, чтобы раскрыть правду. Кто этот человек? Это госпожа Ли, бывшая жена мастера Дуаня. Введите ее! Вызовите госпожу Ли для аудиенции! Приветствия императору и императрице. Госпожа Ли, Здесь Его Величество. Расскажите ему правду. Почему вы развелись? Мы развелись. Не потому, что я не могла родить ребенка. Правда в том, что в сердце мастера Дуаня была другая женщина. Он не мог забыть ее и не хотел разочаровывать меня. Правда в том, что мы с Дуань Хуном были супругами только формально. Мы никогда не делили ложе. После нескольких лет брака Дуань Хун заботился исключительно об императрице. У них были личные встречи. В день, когда вы даровали нам брак, я своими глазами видела, как мастер Дуань сжигает любовные письма от императрицы. Госпожа Ли! Зачем вы говорите такую ужасную ложь обо мне? Я сказала лишь то, что видела и слышала. Но ни слова правды! Достаточно! Кроме императрицы Дуань Хуна все могут идти. Слушаемся. 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 Чаша с водой и меч Справедливый суд и приговор Дуань Хуна Теперь даже свидетель утверждает, что ты не был верен. Ваше Величество, все, что сказала госпожа Ли, ложь. Я всегда был уверен вашему Величеству. Иначе зачем бы я отправился один в Хуайнань, поставив свою жизнь под угрозу? Я даже не увидел умирающего отца. Ты винил меня за это? Нет. Я просто был опечаленным и обиженным. Правильнее сказать, не был почтительным. Сказать, что я был неверным, большое преувеличение. Ты не почтителен. Когда вдовствующая императрица хотела казнить тебя за смерть Тянь Фэна, я пошел против матери, чтобы защитить тебя. Я выбрал дружбу вместо сыновнего долга. Потому что Ваше Величество мудр, вы знали, что я невиновен, а Тянь Фэн заслуживал смерти. Я отправился искать Джан Цяня, чтобы разделить ваше бремя. Поэтому не успел спасти канцлера Доу. Тянь Фэн убил преданных людей и участвовал в заговоре против вас. Ты прервал казнь и объявил поддельный указ. Этого хватит, чтобы казнить тебя. Но я продолжал защищать тебя. Я скрыл твои преступления перед вдовствующей императрицей. Когда Ваше Величество тайно покинули дворец, я рисковал жизнью, чтобы остановить великую вдовствующую императрицу и сохранить ваш секрет. Когда я теперь думаю об этом, была ли это верность мне? Или вы пытались защитить хозяйку дворца Орхидей? Это остается неизвестным. Дуани Хон служит вам уже много лет. Он защищал вас и положил жизнь на службу вам. Как вы можете подозревать его? Это не просто мое подозрение. Это правда лежит прямо перед моими глазами. Ваше Величество, у меня никогда не было связи с императрицей. Но я думал об этом. Так ты признаешь, что девушка, которую ты не можешь забыть, это твоя подруга детства в Эйдзефу, с которой вы переплели волосы. Моя императрица! Ваше Величество, императрица только смотрела на вас. Она знала о моей навязчивой идее и сломала гребень, чтобы разорвать связь между нами. Я прошу расследовать это дело. Ваше Величество, у Дуани Хуна упрямый характер. Он по-прежнему защищает меня как старший брат. Он никогда не вел себя неподобающе. Ты всегда принимаешь сторону Дуани Хуна. Ты когда-нибудь принимала в расчет достоинства императора Хани? А чувства твоего мужа? Ваше Величество, вы любовь всей моей жизни. Поэтому мое сердце болит. Поэтому я забыла о правилах приличия и даю вам совет. Не убивайте понапрасну преданного человека. Я не могу сказать, что ты чувствуешь ко мне. Но я могу ясно видеть твою заботу и чувства к Дуани Хуну. Я виновен в привязанности к другу детства. Я приму любое наказание. Если моя смерть снимет сомнения и подозрения вашего Величества, тогда как ваш подданный и старший брат императрицы, я умру без сожалений. Прекрасно! Я выполню твое желание. Где стража? Здесь! Слушаем! Дуань Хун покинул пост без разрешения. Он не оправдал моих ожиданий. Уведите его! Завтра в полдень он будет казнен. Да! Ваше Величество! Императрица! Взять под стражу в ожидании наказания. Моя дочь! Ты можешь наконец успокоить душу и отправиться на небеса. Его Величество мудр! Он не позволил бы тебе умереть напрасно! Приветствия вашему Величеству! Без церемоний! Спасибо за то, что были здесь, чтобы оплакать Лифу Жень! Лифу Жень умерла внезапно. В гареме царит хаос. я прогуливаюсь, чтобы успокоить ум и сердце. Ваше Величество, разве правда уже не выяснена? Императрица и Дуаньхун имели связь. Остановись! Смирите свой гнев. Я знаю, что Ваше Величество добры и чувствительны. Даже если Императрица и Дуаньхун изменили вам, Ваше Величество все еще имеет чувство к ним. Это несправедливо по отношению к моей дочери. Она умерла такой ужасной смертью. Замолчи! Я не говорил, что буду снисходителен. Завтра Дуаньхун будет казнен. Я хочу подумать в тишине. Уходи теперь. Могу ли я спросить о ваших планах в отношении Императрицы? Я покидаю дворец. Но Его Величество все еще в гневе. Если вы нарушите его приказ оставаться во дворце, боюсь, станет еще труднее примириться. Я всегда вела себя согласно правилам все эти годы. Сейчас. Я под сомнением и моя репутация пошатнулась. Дуаньхун несправедливо приговорен к казни. Я не могу позволить Дуаньхуну несправедливо умереть. Даже если Его Величество рассердится еще сильнее. Мы последуем всем вашим приказам. Миньё, приготовь мою печать. Слушаюсь. Ваше Величество остановитесь. Пожалуйста, остановитесь. Ваше Величество остановитесь. Молю вас о прощении. Император отдал приказ. Пожалуйста, вернитесь. Авторитет Императрицы равен авторитету Императора. Кто осмелится остановить меня? Мы следуем приказу Его Величества задержать вас во дворце Дзиофан. Молю Ваше Величество о прощении. Генерал Фан, вы начальник стражей и давно охраняете мой дворец. Что вы думаете обо мне? Когда загорелись залы божеств, вы спасли нас от серьезного наказания. Когда бушевала чума, вы раздавали лекарства всем слугам без какого-либо страха. Ваше Величество помогали спасать людей от голода. Все ваши поступки доказывают доброту. Если так, вы по-прежнему считаете, что я должна оставаться здесь, страдая от несправедливости? Или мне следует добиться правды и доказать невиновность? Несмотря на то, что мы верим в вашу невиновность, мы не можем нарушить приказ. Молю вас о прощении. Если я настаиваю на отъезде, чтобы спасти невиновного и защитить репутацию императора, вы тоже остановите меня силой? Вы можете зарубить меня мечом? Мы бы не посмели непочтительно отнестись к императрице. Мы не посмели бы как-то навредить вам. Но если мы не представим веских причин, его величеству, боюсь, станем виновными и нас накажут. Пострадают и наши семьи. Прекрасно. Император даровал мне печать, как знак моего статуса. Именно поэтому я живу во дворце Дзяофан. Минь Юэ, слушаюсь. Положи печать на мой трон. Слушаюсь. Генерал Фан, какому именно приказу? Вы должны следовать. Приказ охранять ваше величество и задерживать вас во дворце Дзяофан. Чиновник без печати не чиновник. Генерал без тигровой бирки не может командовать армией. Императрица без печати не является матерью страны. Вот печать. Она знак того, что императрица во дворце Дзяофан. Генерал Фан, следуйте приказу его величества и охраняйте императрицу. Здесь, во дворце Дзяофан. Заместитель генерала Жуань, срочные новости для императора. О чем? Императрица оставила печать и покинула дворец Дзяофан. Но его величество медитирует и отдыхает. Никто не смеет тревожить его. Тогда думаю император уже заснул. Музыка 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 Дуджоу приветствует, Ваше Величество. Приветствия Вашему Величеству. Я пришла сюда не как императрица. Я оставила свой трон и печать. Моя жизнь также стоит на кону... Берегите себя, Ваше Величество. Я пришла в этот час, чтобы спасти невиновного и защитить репутацию Его Величества. Прошу, показывайте дорогу. С момента, как поручили охранять мастера Дуаня, без приказа императора входить нельзя. Я не могу нарушить закон. Умоляю, Ваше Величество, о прощении. Цель закона – карать зло и поощрять добро. Проявляя человечность и справедливость. Управляющий Ду, думаете, Дуаньхун – зло, которое должно быть наказано, или добро, которое нужно поощрить? Мы смогли захватить Люаня только благодаря Дуаньхуну, который рискнул жизнью. Такой подданный должен быть поощрен. Может, я не столь выдающийся, но не боюсь умереть ради верного подданного. Просто, как представитель закона, я не могу нарушать его. Я не прошу тебя нарушать законы или приказы. Существует восемь добродетелей, которые смягчают наказание. Родственники правителя, граждане с заслугами, чиновники высокого ранга, гости правителя. Я – императрица и мать наследника, родственник правителя и глава гарема. У меня нет особых заслуг, но я очень исполнительна. Меня можно считать усердной в делах. Вы совершили даже больше. Ваш престиж равен престижу императора. Добродетель императрицы известна каждому. Раз вы считаете, что я попадаю под категорию восьми добродетелей, примите, что не можете судить мои действия, и пусть император вынесет вердикт. Я собираюсь проникнуть в тюрьму ночью. Почему бы вам не спросить совета императора до того, как примите решение в отношении меня? И пока вы будете отсутствовать в поисках совета, то, что случится здесь, в тюрьме, не навредит вам и не заставит вас нарушить закон. Ваше Величество мудры. Я впечатлен. Я отправляюсь за советом к императору. Пожалуйста, простите меня за невежество. Мне придется обдумать, как доложить Его Величеству. Боюсь, это займет больше времени, чем кажется. Вашему Величеству придется подождать немного дольше. Большая удача для меня и Дуань Хуна. Что есть такой разумный и достойный подданный. Это благословение для Великой Хань. Ваше Величество добродетельны, а Мастер Дуань верен. Небеса и люди помогают вам. Я ухожу. Я не хочу есть. Для того, кто собирается умереть, голод не имеет значения. Так как ты не умрешь, ты должен будешь поесть. И только потом сможешь идти. Ваше Величество. Дуань Хуна. Я здесь, чтобы освободить тебя. Быстрее уходи. Вы принесли указ о моем освобождении. Для меня ты всегда был частью семьи. Я не могу позволить, чтобы ты был обижен. И тем более несправедливо умер. Из-за меня. Моя жизнь ничего не значит. Все началось из-за меня. Из-за меня вы пострадали. Я не должен был делать ошибку за ошибкой, навлекая на вас беду. Если освободите меня, вас не только приговорят к смерти, но и пострадает ваша репутация. Не волнуйся, Дуань Хуна. Как бы то ни было, я императрица Великой Хань. Если Его Величество пожелает лишить меня жизни, это не так просто. Самое главное для меня сейчас – сберечь твою жизнь. Но вы должны ожидать решения императора, а вы проникли в тюрьму, нарушив приказ. Если я сбегу, вы я никогда ничего не сделаю во вред вам. Простите за мой отказ. Пожалуйста, уходите. Ваше Величество. Дзефу. Дзефу. Пожалуйста, встань. Субтитры создавал DimaTorzok Дзефу. Дзефу. Субтитры создавал DimaTorzok Дзефу. Дзефу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok